Ну что ж, всех приветствую, на связи Ник. Вот вы и дождались. Сегодня у нас обзор моей сборки модов Project Walking Dead, которую я сделал уже давненько. Но руки всё не доходили до обзора. Кстати, а видео как я играю на сборке, можете глянуть по подсказке сверху. Ну а сейчас давайте же поговорим о самой сборке. Но прежде ответьте на несколько вопросов. Вы когда-нибудь хотели обустроить базу в тюрьме и выращивать капусту, как Рик в третьем сезоне? А может вы хотели стать метким и бесшумным стрелком с арбалетом, как Дэрил? Ну или может вы хотели бы вести кочевой образ жизни и измазаться кишками ходячих и бродить вместе со стадом? Всё это и многое другое возможно, дорогие друзья. Сборка включает в себя 43 различных мода, которые добавляют в игру новые предметы, механики, события и текстуры. Помимо модов, вам нужно будет также выставить определённые настройки мира, но об этом попозже. А сейчас давайте поговорим об основных модах. Первый мод, на котором по сути держится вся сборка, называется The Walking Dead Project Pack. Он добавляет на основную карту локации из ходячих мертвецов. Координаты всех мест, а также скрины карты есть в профиле мода. Чтобы начать путь как Рик Граймс, просто при выборе города нажмите на The Walking Dead Project. Тогда вы появитесь в палате Рика в Новой Атланте. Второй мод называется Зомби Камуфляж. Он позволит вам измазаться кровью зомби и получить временную невидимость. Всё как в ходячих. Третий же мод, The Only Cure. Он позволит отрезать себе конечность, в которую был получен укус, и сохранить тем самым себе жизнь. Ну а также вы можете поставить крюк вместо отрезанной конечности. И почти получается закосплеить Рика из комиксов. Четвёртый мод, Scrap Weapons. Позволит создать оружие постапокалипсиса, среди которого даже есть Люсиль Нигана. Пятый мод, Danger Zone. Позволит вам драться обеими руками, что очень неплохо, когда тебя окружила толпа зомби. Шестой мод, Crossbow Mod. Добавляет в игру несколько видов арбалетов и болтов к ним. Среди которых, кстати, есть арбалет Дэрила Диксона. Седьмой мод, Sleeping Bags and Attachments. Добавляет в игру спальные мешки и возможность крепить к рюкзакам различные предметы. Мод действительно позволит собрать настоящую походную сумку для сурового выживания. Восьмой мод, называется Expanded Helicopter Event. Добавляет в игру новые вертолётные события. Теперь же на вас могут напасть рейдеры. Ну или наоборот, вам могут подкинуть полезный груз. А если же повезёт, то можно вообще встретить разбившийся вертолёт. Остальные моды более-менее известны и в представлении, думаю, не нуждаются. Вы можете сами полистать коллекцию, по картинкам понять, какой мод что добавляет. Просто озвучивать каждый мод займёт очень много времени. Ссылка же на сборку в описании. Теперь перейдём к настройкам самого мира. Тут на самом деле всё просто. Основное, конечно, у нас это поведение зомби. И я сейчас постараюсь быстренько вам объяснить, что, зачем и почему. Прочность меняем на крепкие, поскольку для убийства ходячего нужно либо ударить, либо выстрелить ему в голову. Передача вируса – все заражены. Летальность вируса и реанимацию меняем от 0 до 12 часов, поскольку в сериале сообщалось, что некоторые люди после укуса превращались за 3 минуты, а некоторые за 8 часов. Зомби проползают под машинами редко. Зрение меняем на плохое, поскольку у ходячих тускнеет радужная оболочка глаза. И сам автор ходячих говорил, что огонь – это то немногое, что ходячие могут видеть наряду с солнечным светом и движениями. Повреждение построек, галочка и нокаут галочка. А вот удар из-под забора мы убираем, поскольку у ходячих просто не хватит ловкости для выполнения такого трюка. Если у вас возник вопрос, почему скорость мы оставляем на быстрого локут ноги, а не еле ходят, то отвечаю. Когда зомби берут вас в таргет, они всё равно начинают быстро идти. И эта настройка по сути бесполезна. Дальше же расширенные настройки зомби. День пиковой популяции меняем на 14. Появление и появление на пустующей территории по нулям, чтобы новые зомби не спавнились. Численные собрания в группу 50 – это количество особей, которые могут собраться в группу. Вы, конечно, можете поставить и тысячу, тогда, скорее всего, вы когда-нибудь встретите настоящую орду из ходячих. Но ваш компьютер вас не похвалит. Радиус собранной группы изменяем на единичку. Так зомби будут стоять плотнее друг к другу. И последнее, что я менял – это события. Шанс найти автоаварию часто, поскольку во время апокалипсиса часто случаются аварии и движение затрудняется. Шанс появления историй очень часто, поскольку тогда мир будет более живым. Всё же остальное я оставил по умолчанию. Но вы можете всё настроить под себя. Ну, а на этом настройка сборки у нас окончена. Если данная сборочка и видео вам понравились, то можете поставить лайк. А также не забываем подписываться на канал и ставить колокольчики, поскольку впереди нас ещё ожидает видео с обзором сборки на фильм «Я-легенда». Также ещё напомню, что у нас есть свой дискорд-сервер по ссылочке в описании. А также я провожу стримы по вторникам, четвергам и воскресеньям. Ну, а теперь действительно можем попрощаться. Всем спасибо, всем пока!